Здравствуйте! С вами интернет-магазин President Watches. В данном видео мы расскажем вам, как настраивать часы Casio DBC32D1A. Начнем со знакомства со всеми доступными нам режимами. На главном экране всегда отображается режим текущего времени. Здесь мы видим день недели, текущее время, ниже год и чуть правее месяц и число. Следующий режим. Режим записной книжки, калькулятор, будильник, секундомер и режим двойного времени. Начнем с режима текущего времени. Здесь мы можем просматривать часы в 24-часовом формате, но также можно и увидеть это в 12-часовом формате. Настраиваются часы следующим образом. Мы удерживаем левую и верхнюю кнопку. Перемещаемся между разрядами нижними правой и левой кнопкой. Мы можем менять числовое значение того разряда, который сейчас мигает. Устанавливается все кнопками, которые расположены ниже, кнопками калькулятора. Мы можем установить совершенно любые цифры. Не надо их пролистывать. Ставим сразу то, что нам нужно. Если неправильно ввели, вернулись назад левой кнопкой, левой нижней. И поставили, как считаем, нужно. 16.04. Здесь минуты мы устанавливаем, далее секунды при необходимости, год, месяц, число. Также можно выбрать язык, который будет отображаться во всех режимах. Выходим из режима настройки левой верхней кнопкой. В следующем режиме, в режиме телефонной книжки, вы можете записать до 25 номеров. Вверху, вы видите, можно написать имя абонента, далее телефона. Делается это следующим образом. Листается нижней правой кнопкой. Абоненты. Если вам нужно ввести дополнительно еще один номер, вы удерживаете левую верхнюю кнопку. Из разряда в разряд переходите нижними кнопками, левой и правой. И кнопками калькулятора вы вводите, во-первых, номера телефонов. И верхними кнопками калькулятора вы можете ввести, пролистывать буквы. И так ввести уже имя. Так, это в другую сторону начал листать. Тут пошли цифры. А если вперед листаем, то пойдет алфавит. И так далее. Потом мы переходим в разряд цифр. Здесь можно ввести уже номер телефона. Но это все можно сделать кнопками калькулятора. Когда закончили вводить, нажимаем левую верхнюю кнопку. Все, у нас сохранилась эта информация. Следующий режим. Калькулятор. Ну, тут можно не объяснять особо. Пользуемся так же, как обычным карманным калькулятором. Здесь кнопки. Плюс-минус делить равно. Множить. Все, в общем-то, просто. Ну, и так далее. Абсолютно простой калькулятор. Очень удобно, потому что он компактный. Следующий режим. Будильник. Устанавливается он левой верхней кнопкой. Мы ее удерживаем. Входим в режим настройки. Также кнопками калькулятора мы устанавливаем нужное нам время. Переходим между разрядами нижними кнопками. Также здесь можно установить будильник на определенную дату. На определенную дату определенного месяца. Выходим из режима настройки левой верхней кнопкой. Следующий режим после будильника. Секундомер. Запускаем его правой нижней кнопкой. Промежуточные результаты можно фиксировать левой верхней кнопкой. Делаем отсечку. Зафиксировали. Общее время при этом продолжает идти. Останавливаем секундомер правой нижней также. И сбрасываем до нуля левой верхней. И следующий режим. Режим мирового времени. Он пригодится тем, кто должен знать время в другом городе, в другом часовом поясе. Останавливается абсолютно так же, как текущее время. Переходим между разрядами нижними кнопками. И выходим из настройки левой верхней кнопкой. И всегда можно увидеть время в интересующем нас городе, который мы установим. Это все по настройкам. Спасибо за внимание. Всего доброго.